Привет, ребята! Я сейчас буду готовить обед. У меня такая фасоль есть и курочка. Хочу сделать рис с фасолью и курочкой порезанной. Так, чтобы было простенько и салат будет. В принципе, все. Я добавила куркумы немножко. Такой красивый цвет получился. Плюс зелень. Очень контрастно. Рис у меня варится. Я вместе с рисом сварила кусочек курочки от обеяния и выбрала немножко фасоли. А себе сделала салат. Здесь просто капуста, редиска, огурец и укроп. Там один помидор остался. Нужно пойти в магазин и опять купить помидоры. Очень хорошо нам зашли. Я Юркина обед оставила. Вот. Все. В этом мой обед был такой. Все. Было дело. Спрашивали, как я монтирую. Как я подставляю звук. Смотрите, у меня есть папка. Это вот каждый файл. Вот этот каждый файл. Нужно присоединить картинки. Вручную делаю. Беру вот файл. Перевожу. Вот видите графа? Так вот состыковываю. Слышу, что не расходится звук. Перехожу сюда. Вот так вот делаю. Итак, каждый файл. Вообще очень много отснято материала. Ну, в плане много отрывок. Не одним файлом все снято. Не просто шла и разговаривала. Насчет этого довольно сложно дается монтаж. Я не знаю сколько. Я буду монтировать, потому что первые файлы вообще не сходятся. Ни по звуку, ни по картинке. Там нужно сидеть, переслушивать все. Вот так вот. Потом еще накладываю свой звук. Ну, равновесие, да? Называется Юрка. Равновесие звука или как называется? Что-то не подошло. Плагин свой. Так, чтобы понятнее было. Не плагин, а понятнее, чтобы было. Ну, коррекция звука. Коррекция звука. И вот так вот с каждым файлом. Этот файл я отмечаю. То, что я сделала. И вот так еще. Вот этими занимаюсь. Сколько там? 32 файла. Где-то полтора часа. Плюс выясняю, какие оставить просто для замедления под музычку. Тоже все нормально. А раньше мне вот на одном файле нужно было несколько раз звук. Была ошибка просто в дорожке звуковой. И нужно было несколько раз редактировать. Короче, это морока была. Сейчас уже не так. И все. И вот, что у меня получилось в итоге. Так вот. Вот столько нарезано. Вообще нашла файлы на старой карточке. И такие закаты шикарные. Посмотрите. Супер. Ой, рассветы, блин, закаты. У нас сейчас закат, которого не видно. Дождь идет. Красиво. А Юрка валяется, заставляя его в магазин пойти за семечками. Нам за семечками обеньки вот такие вот эти креветочки. Называется гаммарус. Погода у нас ужасная. Да полностью, блин. Вообще. Юрка часик подремал. Часик, да? Два вообще-то. Два даже? Да. Ой, Боже. Я смонтировала, монтировала. Ну, вставай. Давай, Ева, пускай его уже. Хватит валяться. Ева, да, она меня не пускает. Ева. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Давай, вставай. Вообще фокус не хочет играться. Я в шоке. Ну, темновато. Ну, уже надо менять фотик на такой же просто. Тут продать, доложить, купить. Я все-таки сегодня проснулась. И вы знаете, я проснулась даже не в девять, как хотела. Я проснулась в шесть. Меня Ева разбудила. Потом у меня пошел второй сон. И где-то в половину десятого я уже встала с кровати. У меня, кстати, Бенька поцарапал шею. Вот так вот аж видно. Очень сильно поцарапал. Мне Юрка утром приносил. Он часто приносит. Ну, поздороваться утром. Мы с ним всегда здороваемся утром. И он как-то, не знаю, был такой какой-то неспокойный. У меня крыса вообще какая-то неспокойная. То есть у себя на территории спокойно. А на другой бегает вообще. Не может себе места найти. Всего боится, всего шугается. Так что проснулась я все-таки пораньше, чем обычно. Потому что последние две недели я вообще очень поздно просыпалась. Зато вчера я легла я половину двенадцатого в одиннадцать. Ну, где-то так вот в половину двенадцатого. Но заснула половину второго. Потому что сон вообще никак не приходил. Вот. Я специальные витамины сейчас для сна пью. И все равно, к сожалению, как-то они не действуют. Может, нужно время, чтобы это как-то, знаете, накопительно было. Ничего, подождем. Плюс еще погода, сами видите. Дождь пасмурно. У нас в квартире холодно очень. Очень холодно. Вы видите, что я в пледе. Также спать холодно. Три одеяла. Три одеяла и нам прохладно. Сейчас сижу еще монтирую видео с затоки. Такая ностальгия, конечно. Так хочется куда-то поехать. Где-то побывать. Я вам просто не могу передать. Сделала я стирку, постирала свое домашнее платье теплое. Хочу найти такие же штаны. Или в секунде, или на Алиэкспресс, или вообще где-то еще. Но в магазинах они стоят от 600 гривен. Вот такого качества. Махровые штанишки, да. Если это в каком-то ТЦ, в магазинах сетевых. Ну, реально дорого. Поэтому лучше или в секунде, или на Алиэкспресс поискать. Постирала и все. Мне это платье очень нравится. Постирала, вот и опять буду носить. Я его довольно часто стираю. Потому что часто в нем хожу. И на кухне готовлю тоже. Там где-то ляпнет что-то. Классная вещь. Отправила я Юру в магазин. За семечками. Хочу какой-то фильм с ним посмотреть. Отдохнуть. У меня уже глаза болят монтировать. Но так же влог еще предстоит. Не выдержала. Сделала салат с бурячка. Я его натерла еще день тому назад. Буряк, йогурт, чесночок немножко с солью. Варю яйца. Что-то мне в яиц захотелось очень сильно. Недавно я с Жанной созванивалась. Тоже соскучились. Хочется погулять по городу. Попить кофе. Где-то посидеть. Мы любим с ним какие-то новые заведения посещать. У меня, кстати, есть три заведения. Которые еще файлы висят на телефоне. Хочу пост написать. Но это не заказ какой-то. Я просто прихожу, Жанна, что-то для себя открываю. Я фоткаю какие-то детали и свое мнение рассказываю. Кстати, те, кто хочет заняться блогингом, инстаграмом или ютубом. Неважно. Но если вы в основном в инстаграме. Это больше работает в инстаграме. Все, что вы покупаете. Допустим, вы идете в магазин и покупаете продукты или вещи, которые вам очень нравятся. Допустим, косметика может быть. Может быть одежда. Продукты, чаи, кофе или еще что-то. Вы отмечайте всегда их в инстаграме. Но это если вы блог ведете и хотите развивать. Всегда отмечайте в инстаграме. Это очень круто, когда компания видит ваш отзыв. Что вам понравилось, не понравилось. Никогда не старайтесь писать, что, допустим, только одни плюсы. Если вам что-то не нравится, вот по правде пишите. Только правду. Потому что из ваших слов, из-за ваших слов, компания будет только улучшать свой продукт. Это очень-очень важно. Одна написала, вторая написала. Они все собрали информацию и как-то улучшили. На производство передали информацию, что не так. Хотя это все равно тестируется. И компании самой невыгодно производить некачественные продукты. Чтобы какая-то аллергия была у большинства или еще что-то. Только можно подобрать неправильно. Не для своего типа кожи, не для своих волос, допустим. Хочу сказать о том, что не стесняйтесь, отмечайте и описывайте то, что вам нравится, не нравится. Это очень полезно. Также и какие-то заведения. Допустим, пошли вы там в Егитарию какую-то, поели с мужем или с парнем. Отметили их геолокацию, отметили Егитарию. Они к себе, кстати. Ваши истории могут забрать и опубликовать к себе. А когда у них подписчиков, допустим, больше 20 тысяч или еще, люди, которые увидят вашу историю, захотят к вам подписаться. Если говорить о том, как развивать свой блог и все такое. Набирать подписчиков. У меня в Инстаграме нет цели набрать большую аудиторию на данный момент. У меня большая пауза по Инстаграму. Нет у меня цели покупать рекламу на данный момент у блогеров, чтобы продвигать как-то свой аккаунт. Тем более, у меня он просто лайфстайл. А лайфстайл мало кому интересен. Интересны только какие-то тематические страницы. Про фитнес, про питание, возможно, окрашивание. Не знаю, что-то вот такое. Так что вообще, если такая тема вам интересна, вы напишите. Я, может, от себя чисто расскажу вам более подробно. Не просто девочка писала по поводу того, как делать так, чтобы там что-то присылали. Допустим, да. Вот я сначала покупала, пользовалась то, что мне нравилось. Я всегда отмечала. И потом уже со временем эти компании, которыми я пользовалась ранее, они мне присылали что-то там из новенького, допустим, попробовать. Но это уже когда какая-то определенная аудитория уже есть в Инстаграме. Или же на Ютубе. Но на Ютубе совсем по-другому. На Ютубе нельзя накрутить подписчиков. Нельзя накрутить лайки. Вообще накрутки на Ютубе нет. Тут намного все сложнее. Набрать аудиторию намного сложнее. Или ты интересна, или нет. Вот, Юрка купил. Вот такие креветочки. Манюсенькие. Это как раз те маленькие креветки, которые по ногам лазят, когда вы по песку ходите. Сейчас дам. Интересно, они, конечно, так воняют рыбкой. Уже почуял. Да, Беня? Почувствовал запах? Ну, сейчас насыплю. Бенька, держи. Будешь такие ести? Что, не будешь такие ести? Беня, 8 гривен стоило. Ну, попробуй хоть одненьку. Он что-то взял. Ну, ты поставь, может, так не хочешь. Ну, наверное. Что-то грызет. Он сейчас раскусывает. Он же первый раз в жизни, наверное, пробует. Он пошел, пошел к клетке. Ой, как ты к миске. Боже, у меня сегодня слова путаются. Ну, понравилось. Смотри, грызь, грызь. Грызет. Ну, повтори. То сходи, купи, то принеси, то посмотри, то не забудь. Фильм найди. Молчи. Уйди в ту комнату, не мешай. Ну, да прям. Что за санкции? Да прям я тебя вот это выгоняю в ту комнату. Ну, на камеру, конечно же, ты не увидишь. Юра. Ладно, я пойду сейчас пока свои видео. Давай. И помните, я вам говорила, что мы с вами проиграли? Сейчас покажу, почему. Вот, девчонки, уже даже больше недели прошло, но ничего не вылазит. Вот так вот. Все. Юрка выиграл. Сказал, что ничего не будет. Вот ничего и нет. Ничего, в следующий раз куплю еще, посажу. Надеюсь, будет толк. Субтитры сделал DimaTorzok